привет всем кроме плохих фильмов и никаких фильмов на свете бывают еще и хорошие вот попался хороший фильм на днях и он укладывается в подборку которая давно уже копил и решил я под это дело эту подборку вывалить так что это не будет разбор фильмов это будет просто перечисление может быть с пары слов по каждому фильму общая идея общая канва которая объединяет все эти фильмы это о цене которую платят выжившие в военных действиях то есть упор делается не на тех кто погиб а на тех кто либо выжил либо вообще сам по себе участие в боевых действиях не принимал то есть какую цену платят близкие родственники но если шире брать то общество в целом первым фильмом я бы назвал американского снайпера по моему он так и называется по-русски американский снайпер это биографический фильм про такого известного человека по имени крис кайл крис кайл один из самых успешных снайперов если верить подсчетом более-менее целом вернулся из нескольких командировок при этом погиб у себя на родине в сша при таких довольно характерных обстоятельствах при которых много вернувшихся гибнет у него есть книжка автобиография по моему тоже называется american sniper и собственно ней скорее всего фильм основан книжку не читал честно говоря и после его гибели уже супруга его опубликовала свою книжку называется american wife американская жена возможно кстати интересное чтение ну даже ревью не читал в качестве парного материала чтобы оценить достоверность фильма советую набрать крис кайла в ютюбе посмотреть несколько его интервью я не уверен что есть хоть одно интервью на русском языке в общем довольно любопытное то есть человек непростой с интересной философией такой весь очень собранный при этом если верить фильму то даже у него проявилась такая тема как ptsd post traumatic stress disorder у него конечно он проявился видимо намного слабее чем у многих других это бывает тем не менее и его несмотря на всю его крутизну характера эта тема не миновала и дилемма ему приходилось решать непростые с одной из таких делем собственно начинается фильм спойлерить не буду тема 2 военные действия при помощи дронов есть очень крепкий хороший фильм который называется good kill в русском переводе его переводят как хорошее убийство на самом деле скорее было что-то типа хорошее попадание или точное попадание главной роли итан хоук и играет он оператора военного дрона который на машине ездит на работу из собственного домика все это происходит сша потом он заходит небольшой контейнер на военной базе и из этого контейнера он управляет военным дроном на другом конце земли и выполняет всякие задачи и хотя при этом он полностью изолирован от какой-либо опасности физической опасности тем не менее и он и его коллеги платит довольно высокую цену за то чем они занимаются он тоже демонстрирует симптомы птсд именно про эту профессию даже роберт сопольский обмолвился в одной из лекций вероятно он знаком с этой темой а в качестве парного фильма к этому есть документальный фильм называется дрон 2014 года по-моему норвежец какой-то снял одним из главных героев этого документального фильма является брендан брайант человек который реально работал пилотом дрона как раз то есть выполнял роль как раз похожую на то что играет итан хоук фильме это же в общем достаточной степени пострадал от своей работы и определенный момент схватился за голову и в общем слил много информации про то как эта деятельность происходит среди прочего выступал на каком-то совете он описывал детали как происходит вся эта работа его чуть ли не трибуналом собирались судить за слитие информации не знаю чем дело кончилось честно говоря но то что он рассказывает как он рассказывает это производит впечатление пользуясь случаем упомянул если вы будете смотреть фильм дрон на русском языке вполне вероятно что когда вы найдете его у него в углу будет такая иконка где будет написано 24 док практически это был единственный канал который можно было с интересом смотреть на телевидении он входил в спутниковые пакеты у каких-то операторов это был канал из-за которого стоило подключаться к телевизору вообще и иметь телевизор какой-то момент его упразднили и моя печаль по нему очень велика потому что с тех пор по телевидению смотреть в общем нечего совсем ну остался конечно animal planet в общем 24 док респект покойся с миром далее фильм taking chance который у нас в переводе почему-то идет под названием добровольцы но там название использованы игра слов chance это по сюжету фамилия солдата которого ведет на родину на похороны сопровождает офицер причем не типично высокопоставленный офицер для такого дела так что первое значение заголовка возвращение рядового шанса второй смысл taking chance это рисковать испытывать судьбу пробовать свой шанс и фильм гораздо больше рассказывает не о том кого собственно везет офицер а именно о внутренних переживаниях самого офицера как он переваривает он в этот пласт на время погружается и естественно выходит из путешествия другим человеком я прям сейчас вставлю видео здесь начнется цитата реальная документальная запись как встречают в аэропорту погибших солдат американских среди прочего фильм дает такой взгляд на простую одноэтажную америку где живут рядовые люди тема которая почти не всплывает голливудском кино вообще и видно только вот у майкла мура но еще иногда в общем такая другая америка америка под другим углом собственно фильм который только что посмотрел называется thank you for your service спасибо за службу или спасибо за вашу службу это художественный фильм про в общем-то типичную картину с которой сталкиваются вернувшиеся американские ветераны вернувшиеся из точек конфликтов тут тема по тсд раскрыта уже гораздо глубже все гораздо серьезнее и там вскрываются промелькивают цифры с которыми реальная америка имеет дело врач в определенный момент проговаривается что сотни тысяч людей стоят на очередь чтобы получить помощь по этой теме и когда там супруга одного из героев говорит но он же ветеран он же был военные там не положено ему что-нибудь приоритетном порядке в первую очередь и поближе от дома доктор уточняет что это именно ветераны стоят в количестве исчисляемых сотнями тысяч то есть американское общество платит огромную цену за то как америка ведет себя в мире и связь это может быть не такая линейная как например показывает майкл мур фильме боулинг для колумбины но то что эта связь существует почти наверняка у каждого ветерана есть и родители и супруга чаще всего бывшие и дети тоже в общем бывшие и круг таких же как он друзей которые часто просто не в состоянии работать не могут вписаться в мирную жизнь однако все-таки это фильм художественный но есть документальный фильм по этой же теме который я считаю просто одной из жемчужины фильмов вообще и документалистики в частности я сомневаюсь что этот фильм выходил на русском языке наверное даже стоит однажды взяться и сделать к нему там титры или может быть даже перевод фильм называется poster girl девушка с плаката одно время он лежал прямо на прайм варе сейчас я смотрел его нет но он например продается по моему за 3 доллара его можно купить на vimeo это фильм который точно стоит 3 доллара но естественно будет на английском языке это небольшой документальный фильм порядка 40 минут длиной всего снят на тот момент я так понимаю начинающим режиссером такой полу любительский фактически он тоже рассказывает про жизнь после демобилизации после военного конфликта жизнь американского солдата этот солдат молодая женщина по имени робин мюррей смотреть его будет непросто потому что это настоящий кейс птсд наверное не самый экстремальный который бывает в мире но один из тяжелых случаев девушка была идеологически накачанная и такая пацанка тоже и поехала защищать американские ценности на другом конце земли и хоть физически она в общем цела но моральная цена эмоциональная цена которые пришлось за это заплатить разрушительно опустошающе вообще таких фильмов малобюджетных или то любительских или пол любительских про жизнь ветеранов после возвращения в америке их довольно много их не показывают даже по 24 док не показывали и в общем это такая тема про которую масс-медиа молчат отличие этой истории в том что 10 центральным героем является женщина девушка из-за этого фильм попал более или менее попал в мейнстрим между прочим в год когда этот фильм вышел он почти получил оскара в какой-то категории там документального кино какой-то фильм обошел его всего на одно место то есть post a girl получился вторым номинация была точно первое место занял какой-то более оптимистичный более веселый фильм потому что этот фильм не веселый не оптимистичный тем не менее важный потому что сотни тысяч мужчин которые через это проходят это невидимки как бы их история никому не интересно и в общем-то не важно с тех пор как они вернулись они свою часть отработали далее их просто списывают в утиль фактически даже собственные семьи не могут нормальные отношения с ними поддерживать потому что люди возвращаются общем другими случае девушки мир обратил на это явление чуть больше внимания поэтому мы о нем знаем поэтому я о нем знаю и рассказываю вам мне кажется его стоит посмотреть и мужчинам и женщинам особенно молодым мужчинам молодым женщинам мужчинам чтобы понимать во что не могут вляпаться если они добровольно поедут участвовать в чем-то таком вот какую цену они заплатят и их родственники заплатят даже если с ними ничего не случится в смысле там и царапина не получит а женщина стоит посмотреть в том смысле что если они восторгаются военной формой армии как идеи мыслями типа что армия вот это место где делают настоящих мужчин и что мужчинам очень нравится насилие и воевать тут они увидят оборотную сторону которая постоянно присутствует в этих явлениях но про нее вслух не говорят она как бы проходит мимо сознания темная сторона the shadow side так что оба эти фильма и художественный и документальный про темную сторону армии на примере армии сша сегодня последняя пара фильмов не так уж сильно связана между собой но я думаю что связь присутствует один из них художественный называется хокс ридж в русском переводе и шел под названием по соображением совести это фильм милла гибсона про вполне реального человека по имени дэзмонд доз который служил во второй мировой войну при этом отказываясь брать оружие в руки по религиозным убеждениям даже для чистки оружия он не прикасался к нему руками отказался категорически и был на грани того что его могли бы судить трибуналом по сюжету вмешался его папа очень такой странный тоже травмированный человек ветеран первой мировой войны одновременно религиозные и имеющий проблемы с алкоголем хотя он был сильно против того чтобы сын шел на войну в результате его вмешательства сыну разрешили служить и выполнять свои обязанности без оружия и он стал военным медиком и угол как проявил себя в военных действиях хотя бы частично понять мотивацию отца главного героя можно если посмотреть документальный фильм про первую мировую войну и называется он game of ghosts игра призраков не так давно я делал монтаж монтировал видео из этого фильма с аудио треком из альбома роджера уатерса потому что собственно именно эти голоса голос конкретного человека уатерса использовал в альбоме то есть это реальный голос который реально звучит наложенным на музыку голос альфа раздела фильм конечно гораздо длиннее там несколько человек рассказывают про первую мировую войну и в том числе про вот эту битву на сомме и альфа развел там присутствует гораздо больше он рассказывает несколько историй все очень непростые опять же сомневаюсь что этот фильм выходил на русском языке зато он лежит прямо на ютюбе в открытом виде хоть и не в самом высоком качестве довольно удивительно слушать живого человека живую запись того как он рассказывает про события более чем столетней давности и когда в нашем кругу вспоминают компанию белых перьев про которую например рассказывала карен строван то этот документальный фильм дает хорошее представление о том куда эта компания белых перьев приводила младых людей в чем была темная сторона этой замечательной компании вот такая коллекция кто смотрел что-то из этого или посмотрите после моей рекомендации делитесь впечатлениями может быть даже можно подумать каком-нибудь круглом столе на эту тему не про один фильм про группу фильмов например спасибо за внимание всем пока удачи мирного неба над головой